Жители Ненецкого округа проявили бдительность и не поддались на очередные уловки телефонных мошенников. По словам сотрудников окружной полиции, в данном случае преступники использовали классическую схему телефонного мошенничества – опасность для родственников. В дежурную часть начали поступать звонки от жителей нашего города о том, что именно на стационарные звонки поступают такие сообщения, что мужчины представляются их детьми и просят оплатить решение проблем за совершение различного рода ДТП или противоправные действия, связанные с нанесением вреда здоровью. После чего передают трубку другим людям и те, которые представляют сотрудниками полиции, называют конкретную сумму и просят ее перевести. Наши жители уже научены, видать, горьким опытом, и поэтому никто деньги не переводил, сообщили нам для информации, для того, чтобы мы проверили, откуда совершались такие звонки. В данный настоящий момент проверка проводится. В связи с учащением случаев телефонных мошенничеств сотрудники полиции просят жителей округа быть бдительными и не доверять незнакомым собеседникам ни по телефону, ни по интернету, а любую сомнительную и шоковую информацию перепроверять. По данным статистики, доля таких преступлений в регионе среди общего числа мошенничества составляет порядка 15%. Чаще всего пострадавшими в таких случаях являются пенсионеры. Самая большая сумма, которую вы когда-либо переводили в историю мошенничества из нашего округа, это какая? Более миллиона рублей. Но это не единовременно, это в течение месяца переводились денежные средства различными траншами, то есть от 200 тысяч, 70 тысяч. Общая сумма ущерба гражданки нашей нанесена миллион триста с копейками. В целом, по итогам первого полугодия 2016 года мошенничество стало занимать четвертую часть всех имущественных преступлений НАУ.